привет всем мы сейчас находимся на соревнованиях канкуня можете посмотреть мой блог и вообще у нас все проходит к сожалению я свою первую группу играла и первый турнир для меня закончился но еще два впереди так что мы тренируемся анимешник на связи вам кстати написали в комментариях что миссия он чсв и нам не пояснили что теперь я такой что-то не нравится все пошел можете написать комментариях выглядит ты что так с нашими подписчиками даже не буду теперь спрашивать почему вы так думаете потому что ну в этом нет смысла никакого но еще нам задали очень интересный вопрос на который думаю что миша ответит лучше всего вопрос был связан с тем в реальной жизни в реальных играх тоже сталкиваются игроки как они сталкиваются что происходит разговаривают они я думаю миша у тебя намного больше историй потому что в женском волейболе все как-то все такие спокойные никто там не будет ссориться никто не будет наезжать на друг друга так там у меня один раз только я помню после игры на нас австрийкина ехали когда рефери судья сказал что было касание на блоке было наше очко моя напарница якобы коснулась на блоке но очко отдали нам и они там после игры они там до нас почему вы не сказали что было касание вообще не наша работа судья сказал что было касание значит было касание не было касание не было рассказывай ну скажи какую-нибудь историю не в затылок заехали тебе затылок заехали колено я играл в защите очень нет я играл на блоке у меня защита был в дубае играл турнир с одним любителем он сыграл в защите удар по диагонали мячик летает я бегу за ним после блока там тяжелое очко я его подбиваю кое-как смотрю наверх и в том момент мне по голове прилетает я нам мне кажется на секунду потерял сознание так это мой напарники по двумя с собой так мой напарник мне колено бежал и затылок удару я упал без сознания вы сразу очухался через свою трубу раскрывать глаза у меня после 10 человек там но он это было нечаянно другая ситуация должна быть это когда начинается трэш-толк на поле между соперниками у мужчин это просто супер часто там судья сразу да но все равно расскажи вот примеру как твой напарник с поля ушел прошлом летом об этом разговаривали все пляжные волейболисты в латвии мы играли финал шпионаты латвии полуфинал третья партия в пляжном футболе она играть до 15 мы проигрываем кажется здесь 8 дней 10 12 10 12 было и мы атакуем и и там был блокирующий он коснулся сто процентов это видели все да там весь стадион видел все игроки видели у него хочу блок аут по пальцам судья кстати судья был телохранителем президента нашей страны и лучше судья латвия такой хороший человек но показал он там все видели он показал что был out что не было касания и да все нам очко не дают мой напарник соловей такой парень 203 106 килограмм массы чистым мышечный кабан такой короче горилла там чуть ли не набрасывается там на стол но говорит что все я играть не буду просто берет и уходит а у нас там это прямая трансляция ты плохо рассказываешь изначально вот этот кабан начинает ссориться с блокирующим и говорит у тебя было касание ты коснулся мяча тот говорит нет не было касания он такой не не потом этот кабан начинает ссориться с судьей судья говорит иди на поле продолжай играть дает ему желтую карточку тот значит они уже начинают ссориться так что кто коснулся на блоке он говорит было касание типа все отдавайте им очко было касание а судья своего решения не меняет и в этот момент мишель напарник просто берет все бросает такой я играть больше не буду он садится на стул отдохнул вернешься говорит нет все я играть не будет у нас прямая трансляция телевидением там спортивные каналы штрафом выписали в итоге мы они не юно потому что я был солидарен если хотите чтобы рассказали еще какую-нибудь историю пишите в комментариях а сегодня мы будем смотреть уже девятую серию хайкио если вы хотите задержать еще начало реакции на 9 минут пишите в камеру и начинаем ну давай 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 задкнись знаю я принимай ага мало что с открытым ртом нападает я чувствую какое соприкасается с ладонью и мне это нравится пошло может звучать лично используем быстро атаку против это капитан да форме не узнать то есть получается что если они не играли на какой-то очень хорошая команда они там наверно в плей-оффа в финалах играли а их школа получается аутсайдеры поэтому они давно не играли в мерчат на пароль и поэтому они между собой не играли на сам обе чего не занимаются может там специфика было не очень а что можно еще сказать но мне это неважно если тебе еще нравится волейбол этого достаточно чтобы вернуться бургут и салатского просто все прям шок поверил хочешь играть возвращайся вау просто ты понимаешь типа все должно было сработать во первых у него интерес он пришел в зал там хинато там хинато еще как мне нравится касание когда мяч соприкасается с рукой хоть у кого-то вот такую я ни разу такого не видел но нет это не то что я коснулся мяча но ты же иногда такой типа там вот мне надо вот как бы вот так коснуться мяча радом раскрыть ладонь и сразу начинаешь думать о каких-то технических вещах вот и тут у него еще типа должна сработать речь капитана что он его примет в любом случае даже несмотря на то что он предал команду месяц не играл переживал так можно предупреждать сезон заканчивая а представляешь насколько он загнался что он не играет не представьте вообще ужас просто не прийти я тоже не представляю асом да конечно перевод ас я только слышал там где летчик ас который сбил много вражеских сметанную звание аса летчика волейболе ас я не очень писали самые кровь и самый игрок ты больше забивает самый результативный непонятно нет типа профессионалом я думаю в магазине курят это же разрешено что делаешь прости я проверял нет ли покупателей опять ты в этом тренерстве да мне до сих пор нравится играть у меня даже местная команда есть но тренером быть не собираюсь это не интересно я не хочу ходить в тот спортзал почему это место переполнено воспоминаниями моей юности почему же может спортзал и комната клуба не изменили кстати очень хорошие столбы прям как час у нас в мексике тут стоят на мировом туре и в зале кстати тоже столбы так складывают ну сейчас может быть тоже хорошие вспоминания с новыми только как у тренера а не как у игрока даже если придет старшая медкома последний день золотой недели у нас будет первый матч за пять лет ну почему сейчас директор накоматы который дружил с директором у каев вернулся из отставки узнав это я попросил у них о тренировочном матче видишь то есть тут до сих пор вот эти тренерские связи показывают что тренера некоторые любят играть с одной и той же командой любят встречаться там какой-то может быть индивидуальный почерк как играют да они потом просто после бухать с океана и еще я услышал что их нынешний тренер был связующий в на кома 7 или 8 лет назад тут наверно он его знает да пообещаем что мы непременно доберемся до национального похож на этого да да именно это походу купишься ничего себе как он быстро какая мотивация просто не ну классно у них появится тренер который сам играл и в этой школе и сам играет до сих пор вообще мне нравится когда тренера еще сами играет не у какие-то там как бы старые с опытом конечно они с опытом и все такое но у нас прямо в пляжном волейболе нереально важно чтобы тренер мог подать там набросить себе мяч если даже надо там сыграть с тобой чуть ли не на тренировках вот у меня сейчас напарнице получил травму я два дня буду тренироваться с ним сейчас он в синяк он в синяках по асфальту подстраховка кстати тут так нарисовали ну как бы ну как бы обычно обычно мяч стараются подбить как можно ближе от земли а тут он прыгает в бассейн потому что он вот на таком расстоянии это конечно красиво и некоторые когда делать фотосессии профессиональных игроков им прям говорят ты как можно выше прыгни в падение это как стереотип такой волейбольный но как бы нарисована рука хорошо прямая и девочки какие-то толстые только не удерживать от подбивать почему вы он вообще в прошлой серии сказал если не вернется тот его друг он не будет играть а тут это еще не пока что не будет играть только на тренировке будет ну да но он сказал вы будете удерживать мяч как можно дольше такая на играх надо чтобы он удерживал как можно дольше чем на тренировках а без него не привыкнуть что он там все подбивает потом на игру выйдут не знаю когда я играл мне тоже все в синяках было никакие наколенники не спасают но все кто должно быть вау Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Подготовился Это, кстати, прикольно, что когда тренера такие, они приходят, заценивают команду, сразу приводят какую-нибудь еще команду, против кого они будут сыграть Короче, у нас дополнительная игра, мы сейчас посмотрим, что там за чуваки придут и как будет Карасуна играть Галь, чтобы не пришли такие же женщины нарисованные, люди, которые там за страховку делают Знаете, я вот такие страдания, как будто это хирург и он сделал какую-то ошибку И кто-то умер И что он так вот переживает За неделю? Да ладно Пришли Костюмчик То есть форма у них есть Короче, придут все, короче, кто играл раньше и сейчас просто работают В Карасуна Блин, на самом деле это прикольно, когда старшие приходят, они такие, сейчас мы этих мелких надрем Я помню просто, когда я была в спортшколе, когда у нас были игры с старшими, они все тоже такие Чейсвэшные Да, чейсвэшные, дикие, типа, мы сейчас тут, а мелкие потом их тоже Я своих старших там выигрывала Это было нормально Это моя роль Где моя корона? Дайте мне мою корону Так, Хенат, ты уже должен был быть размят Это черт, вот, у меня ничего не тянется, допустим У меня тянется, ой, вот эта задняя дельта Да Хорошее упражнение, очень много волейболистов используют эту растяжку вот так Ну вот это вот так лучше Ну вот так, да Мой руку тоже тянут, очень много, все волейболисты это делают Простите, он просто... Смотрит Нет, не в этом дело Запор Чего? Так у тебя нет травмы Как бы там ни было, ты мне нужен в команде района Приехали и бера на работе и не смог прийти А, ну тогда... В чем прикол, это тренировочная игра Чего Хена-то на стене? А, ну тогда я А, Сахисон Обладываешь, ты че копаешься, твоя позиция Ты игрокчик, нам не хватает игроков Живи и становись Босс пришел тренер, сразу навел порядки Капитан, конечно, это тоже такой же игрок, он не может со всем справляться Ту пришел Авторитет Да, авторитет Ты пошел, встал либером, ты мне нужен Ты, ты че там так медленно копошишься, иди разминаешься, какая у тебя позиция, быстро Ну вот, сразу, сейчас все пойдет Он доигровщик, он не диагоналит, да? Он доигровщик Он доигровщик, он не диагоналит, да? Он доигровщик Ты свое тесто, живо, живо Ну, че это? Перебор от себя Сердце, радость-то какая Мальчик вернулся Подожди, он еще О, вот сделал шаг, все Это и любовь его? Все, дороги назад нет По идее, в этой ситуации тренер должен был сказать Так, кто у вас первый связующий? Второй вы сюда, нам Потому что, ну, как бы У Капитана спросить, у команды Не вот так вот, чтобы игроки сами решали А вдруг они бы оба сказали Я никуда не пойду Ну, как бы это должен решить тренер Так можно играть два связующих? Да И нормально будет Какая-нибудь плохая команда И они играют в плохой команде Чтобы не было вот этих переживаний эмоциональных Особенно при том, что Кагияма очень хорош тоже в нападении Да, он падающий То есть два пасущих Это даже очень хорошо Когда делают Обычно, конечно, играет 5-1 Это когда пять нападающих на поле И один пасующий Но есть также система Когда четыре-два Четыре нападающих Два пасущих И это делают тогда Когда оба пасущих Могут забить Так что я прятался За потрясающими способностями Кагиямы И радовался облегчению Так тяжело тоже признаться Вот в чем дело В случае не всех случаев игроков Отдали в ту команду Асахи-сан тоже здесь, да? Да, хотя бы сейчас Удачной игры Асахи третий год, когда, наверное? Да Последний год Сеньор Ну, поближе Покажите нам поближе Кто там играет Против Аса Асами вот Видишь, его Асом называют этого Асахи То есть он так хороший Вот типа может стать Асом То есть Хината может стать Как минимум Как Асахи Асаи Асаи О, это было так элегантно Изи Ну это уже не в первый раз Выглядит не очень Когда там бьют Там никто за ударом Не ныряет Потому что там слишком быстро Ты либо стоишь, либо нет Ты не можешь Кто-то бьет Ну там нет, да Но пас был нарисованный Нападение красиво Было видно, что он открывает А где блокирующий? Ну он мимо Просто блокирующий Наверное, не показали Он мимо бил А так было красиво Нарисованный пас Нападение Технично Мальчики красивые Мальчики красивые Кушай пас Айсус 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 Спасибо Быстрая така С уговора Сана Разумеется С уговора же опытный Связывающий Радостный ты какой Сугасан Отличный пас Да Ну а игроки из района Да нормально Он один раз поснул Только пока что Ну если они опытные То им легче будет Нападать с пасов Они примерно будут знать Чего ожидать Сугасана, ты крутой А? Чего? Так лестно слышать Это от тебя, Нишинвэ С Тюлибера Обычно тоже есть номер А не буква Л Один месяц прошел Хотя многое могло Измениться Там счет 2-1 Первая партия Ну блин, знаешь что еще? Он месяц не тренировался Ну как бы он сейчас Не должен вообще Погадать какую-то Хорошую игру С месяц ничего не делать Переживать Как можно там нормально сыграть Это так прикольно было нарисовано Ах вот и как Он не видит как это Там низкий пас был Знаете, нет, в такой ситуации Если там прям такой супер блок Асы, как они называют Могут сделать, в примере, скидку за блок Или скидку на заднюю линию Ну что-то придумать Крутануть кистью Блокаут сделать Там много очень вариантов То есть Если там сильный блок Ну надо просто придумать Как можно его обойти О, красиво было Ну он просто прямо Он даже Да Знаешь, что мне не нравится Может пока что Они нападают вот так То есть не видно, что у них обычно Как-то плечо Или они там обычно Ну никто обычно прямо не нападает Вот так вот Выходит с краю площадки Там открывается диагональ Больше Ну что, блокируешь Они же тоже видят Как разбегается игрок И они уже там строят свой блок Из-за этого Поэтому Если посмотреть реально Валибол То Они все там Крутят кистью Обманывают Черт Он промазал Но Либера поразителен Да У него поразительные способности На нападение слабое Опять блокировали И уже сбился со счета И я продолжал просить паса Давай мне Я забью Но я тоже Надо было все время кричать Кстати Пасующему Дай мне пас Дай Я тут Если его прям так блокировали То ошибка пасующего Тоже могла быть в том Что он слишком много пасов Отдал вот Асу Асаки Если на нем там двойной блок То надо было Кинуть другому нападающему Поэтому нужен тренер Что значит бессмысленно? Тогда почему ты не просил пас в конце? Ты же был нападающим Или прекрати, нишиноя Я только Асахи пасовал Он просто устал Пасуй сколько хочешь Я никогда не забил Не узнаешь пока не попробуешь Может в следующий раз и забьешь Я удерживал мяч в игре А ты не должен был сдаваться Ноя Я Либера Я Либера Ваш бы звену в защите Основа команды Но Я не могу забивать Кстати, есть Либера Которые могут Нормально там на разминке Да, они там могут Выпрыгивать и забить Но Либера могут еще как забивать Они могут доставать очки защитой Они могут пасом доставать Они не могут именно там Напасть Но они могут перекидывать На ту сторону Где там пусто И будет очко И в таких ситуациях Тут не хватает тренера Который со стороны Все равно Может сказать лучше То есть когда ты играешь Ты можешь просто не заметить Огромные ошибки Которые ты совершил То есть в этой ситуации Я говорю По сути, во-первых Мог давать пасы Другим нападающим Если на Асе было Двойной блок Значит на ком-то был Одиночный блок Ему надо было смотреть И раскидывать Я понимаю, конечно Лидеру там все время Хотят дать Но Когда ты У всех бывают плохие дни И у них не идет И вот получается Конфликт чисто у Либера И у Аса Все остальные такие А тренер мог прийти И сказать вообще Виноват Пасующий Ну его психология Могу еще остаться Вот след Почему ты не пришел Вчера После нового года Будет турнир Старших школ В чем прикол Зывать нападающего Который не может Забивать Что я несу Я же совсем Так не думаю Боже мой Какое детское И сделала Ой Знаешь И взрослые Себя так ведут Сука ощущает Ответственность За каждый плац Который блокировали Какое тебе дело До других Эй Кто этот Шум поднимает Не шумите В коридоре Асахи Заб Эй Отцепись Из-за этого Его Отстранили На месяц Хочу Кстати про поддержку Кто-то тоже спрашивал На поле Да Тоже все Поддерживают Когда сходятся В круг Там могут похвалить Друг друга Подсказать Переступил Через себя Что-то хорошо Ну На перед подачей Кстати тоже так готовятся Ноги сгибают Руки готовят Длинноволосы Ну Шаг Только не указывай мне Я буду блокировать тебя Держивать мяч Пока поддерживаю контакт Я хочу еще раз атаковать Ас точно забьет Сейчас я буду просто разрушить Мне кажется Будет блок И подстрахует Да Видишь Сейчас подстрахует Нишное Идеально Эти мячи Супер классные Все время Ну Нас тоже учили Ты типа так скользишь Попа Так ладошку ставишь И мячик Тебе так И вверх Знаете что мне понравилось Судя по всему Какое было касание На блоке То что Геома просто рука Отлетела Там мяч должен был Пойти вверх Там вверх так и было Да Поэтому Нужно было показать Ну Красиво Тут Вверх Ну Еще один пас И теперь тоже Надо забить Поддерживать мяч Тоже никто Так не говорит Давай Многие писали Что да Это аниме Тут нужна драма Но в этом аниме Очень много Вот этой драмы И она Мне кажется Излишняя Ну нет Ты наоборот Начинаешь Сопереживать Ну вот прям Ну нет Мне кажется Не то что излишне Но интересно смотреть Я прям не могу Это мяч летит Ну все Вот летит Смотри Сейчас Паснут Сейчас будет Моя Если сделаю паса Сахи Его снова заблокируют Сугава Росан Пасуй его Пока он не забьет Туда ты заист король Чего? Цукиши Мы в своем Репертуаре Последний мяч Последний мяч доверяет лучшему Знаю Знаю По сути Конечно тяжело Принять решение Он слишком прямо стоит Для того Чтобы готовиться К нападению А в четвертом сезоне Между Пасом И ударом Будет пять минут Эпизодные Интересно Да Решился Вот это был крик Если бы он так заорал Любой по сути Испугался Что происходит Блин Вы думали Там открытый перелом Наверное Ну Ну Оп Везет Прям бросок Был немного Ну покажите уже Разбег Он на поле Плачет За мной надежный защитник За мной надежный защитник У вас Которым легко Провести Отарков Ну сейчас покажет Ну подожди Я просто забыл Такие простые Очевидные вещи Я Из-за депресухи Сражаюсь не один Ну по пальцам Давай Пальцем Пробили Пробили В треме А я там Твоим попал Еще третий Думаю Молодец Продолжение следует В этой серии нам показали Что значит Пробить блок Ну нет Не только Нам показали Как со своими Проживаниями Справился Осаки Да Ну что Он справился Видишь Он переборол себя Вышел на поле Попросил пас Еще как попросил Закричал И потом Пробил блок Там мы конечно Еще показали Мяч там просто Так Расплющился Жалко Яма не осталась Если бы На песке Ну если бы Это был Пляжный волейбол Показать Можно было бы Какая там Яма в песочке Былось отмечать Вот И еще у них Наконец-то Появился тренер Вот чем Эта серия Запомнилась Пришел Навел порядок Сказал Ты играешь тут Ты тут Много чего Произошло Помимо Их разговоров Вот то что Мы тут смотрели Пока он В концовку Пока он Наконец-таки Сделает Нападающий удар Кстати Еще что я заметила Это Вот в аниме Представляешь Наложить все эти звуки Как ты по полу ходишь Вот как у тебя Кроссовки скрипят Даже когда Не показывают Там их ноги Ты слышишь Эти звуки Как Как они ходят И скрипят Кроссовками Потому что Когда ты в реале Приходишь в зал Где играет в волейбол Там стук мячей И вот это Движение По полю Этих резины Своя жизнь Просто посмотрим Сами аниме И все Так что Спасибо вам Конечно за ваши комментарии Очень приятно Все читать И Увидимся В следующей серии Пока Пока